привет друзья сегодня расскажу вам об очень интересные ошибки всех начинающих ну каждого второго начинающего художника это точно поэтому я думаю вы себя где-то сейчас узнаете сажайтесь поудобнее начинаем в общем проблема заключается в том что ученик такой смотрит думает ага хочу значит научиться рисовать вот так то так но увидел он работу крутана и подумал да все я такой целеустремленный же парень ну да конечно фиг не знаешь хочу как он ну чё для этого надо делать ну надо наверное да что-то там разобрать по частям и вот бить эту проблему каждую в отдельности и вроде бы даже правильно мыслит ты думаешь блин а где же проблема вообще а проблема там как раз что он берет такой так чтобы научиться рисовать портрет сейчас мне нужно отдельно рисовать нос так я один раз нарисовал нос о достаточно все я теперь знаю как нас и рисуется блин как все просто я побежал дальше там по лицу и вы понимаете да что это в итоге он там за пару дней дойдет до рисования целостного портрета и все будет криво косо короче все через задницу будет ну я думаю узнаете да уже себя может быть может своих знакомых узнаете в этой ситуации и вспоминая случай мне парень значит писал мне много пишут начинающих в личку поэтому есть опыт чем могу поделиться пишет значит слушай там ну все дела нравится как рисуешь а вот подскажи как мне научиться срисовывать с фото вот прям как бы один в один и типа можешь оценить мой портфоль портфелю блин портфолио вот короче говоря я смотрю вижу что там прям новичок новичок и я ему говорю то что слушай но я ничего тебя нового не скажу я всем говорю одно и то же что нужно качать базу тут не ошибешься если ты задержишься на ней дольше чем ты хотел этот в любом случае будет в плюс потому что когда я качал ну там рисовал как-то пытался тоже по верхам пройтись там еще что такое мне так или иначе пришлось вернуться к этой базе и уже после нее я смог нормально рисовать и знаете что пишет это где там свет тень там чё-то тонн да дело в том что я это уже все прошел я там просто охренел конечно он уже прошел базу но я ему конечно сказал что слушай я тобой горжусь я тебя даже завидую я не помню как точнее написал но суть была в том что я им сказал что ты такой молодец ты такой крутой перец базу уже изучил а вот я прикинь до сих пор ее изучаю хотя я тоже считаю что я ее изучил но так или иначе мне не мешает эта мысль практиковать ее дальше потому что всегда есть что нового изучить ну у парня там возможно крыша уехала но в целом он как бы понял что там а понятно оказывается нужно чтобы изучить какой-то объект не 5 секунд на него потратить в несколько так сотен раз больше времени ну я уж не знаю насколько он обрадовался от этой мысли может он вообще решил что да ну нафиг если так все сложно зачем она мне надо но вы понимаете идею прежде чем я вам расскажу другие случаи предлагаю подписаться на мои ресурсы поставить колокольчики ну и поделиться а теперь еще один такой случай интересная значит у меня ученик есть который индивидуальное занятие берет я не буду называть имени чтоб там не обидеть его да потому что есть там на что обидеться я думаю короче тема такая типа есть средства парень сам зарабатывает парень не глупый сразу говорю это как бы имеет значение и когда он говорит что слушай я вот хочу научиться рисовать это к примеру портрет то он понятное дело надо разобрать там отдельные составляющие портрета и точно так же так слушай ну типа давай мы сегодня уже там лицо разобрали вообще за два часа типа давай может теперь перейдем к телу к торцу там к одежде к складкам я так все смотрю и думаю так что-то меня начинает напрягать то что парень все чтобы мы не изучали хочет изучить вот так мимолетно так вот быстро при этом что-то я особо не вижу чтобы он там делал какую-то домашку или как-то это сам самостоятельно закреплял то есть это все происходит под на наших индивидуальных занятиях так смотришь думаешь так что-то это все очень подозрительно попахивает что-то очень быстро и такого быть не может хоть бы как я там ему понятно не объяснял и вот значит был не так давно один очень интересный случай в общем-то я ему все по этому случаю уже высказал поэтому здесь краткая версия что слушай мы дам лицо разбирали рендер прям как фактуру там накладывать вот это вот все блички там прям до мелочей волосинки чтобы все было прям ну фотореализм и алиса включилась алис как-нибудь уберись не сейчас вот на чем я снялся на том что какой-то там прям реализм он хотел я ему всегда говорил то что слушает без базы это не будет работать но как бы не проймешь парня парень упертый хочет прям вот хочу вот так вот это ну ладно любит он гнать вот так вот может ему это реально какой-то кайф доставляет и кого знает посмотрим изучали два часа как там рендер делать естественно мы там все не изучили но он там большую часть изучили и потом он мне на следующее утро скидывает рисунок рисунок наподобие того что мы делали я смотрю все неправильно ну вот просто сколько там процентов из того что мы обсуждали я ему тонкости все показывал свои уникальные фишки которые вообще нигде нет в интернете которые работают между прочим я вот это вот ему все показывал и там дай бог пять процентов от этого всего было использовано ну как бы использована я имею ввиду когда на более-менее там каком-то нормальном уровне было сделано все я конечно в этот момент просто прозрел я смотрю и думаю вот ты блин как вообще думаешь я же не просто так говорю что базу нужно изучать потому что одно дело там допустим тебе ну у тебя уже хороший уровень да вот ко мне точно также недавно ученик обратился у меня новый появился правда курс покупал мы не суть он говорит что вот хочу я типа научиться рисовать хочу рендер научиться я смотрю я спрашиваю мы с ним поговорили а он junior в какой-то компании уже но у меня конечно приятно что уже такие люди более подкованные ко мне приходят и видят пользу в моем курсе но так или иначе я такой типа хочешь рендер сам думаю рендер рендер в принципе да в принципе ему можно потому что у него реально он мне поскидывал работа своей показал как он работает чё как я ему еще тестовые пять дней устроил где он скидывал каждый день новую работу потому что ну иначе мне смысла нет брать такого человека на курс если он не может вот это вот этап выдержать и прикольно то что действительно ему рендер изучать реально можно а тем кто как бы вот совсем недавно начал изучать рисунок и вообще там вот это вот изобразительное искусство сейчас вот прям перейти к тому что они хотят это ну просто неправильно было бы и было в моем случае да что я им там поддакивал типа ладно давай если хочешь пофигу я просто устал спорить если честно я решил что пусть посмотрим может быть получится что сомневаюсь если честно и это кстати подтвердилось что я не не зря сомневался вот и в итоге у него сейчас я надеюсь возникла потребность что слушай да мы сейчас проверили вот то что он хотел то чем точнее просил и то что он хотел это разные вещи на самом деле то есть хотел человек научиться рисовать прямо хрене на рендер там все дела вот просил он совсем просил сам рендер но нужно было просить там как мне базу прокачать чтобы такой хороший рендер был в общем я не знаю сумбурно получилось но идея вы поняли не спешите вы вперед паровоза если вы хотите сейчас вот там за пять секунд научиться рисовать ну чё сразу запасайтесь носовыми платками потому что будете очень долго горевать по поводу того что такого не не бывать такому просто если вы там не сверх какой-то одаренный парень во что я тоже не верю и рекомендую поглубже вникать во всякие ну например тон как рисовать как рисовать там не знаю освещение да все чего угодно все человек касается базы вот туда вникайте посильнее и вы точно не ошибетесь если вы хотите побыстрее это все пройти не помню приводил пример или нет когда парень хочет допустим выбраться из болота он начинает быстренько карабкаться и получается такая фигня что его еще сильнее засасывает туда это тоже самое вместо того чтобы вдумчиво посидеть над какой-то частью ну вот бежим сломя голову а в итоге поспешишь людей не смешишь как я делаю вы скажете ну тебе может легко говорить часто это наверно не так делаешь но на самом деле именно так и делаю нужно мне вот по работе иллюстрацию заказывают что-то надо сделать кольчугу там допустим рыцари еще что такое я смотрю и думаю так кольчуга это все круто я ее вроде как понимаю но я хочу сделать так чтобы я охренел от того как я классно изображаю кольчугу чё я делаю я беру хреначу это стадики на эту кольчугу ищу кисти которые мне помогут сделать ее лучше новичками а кисти не советую текстурные ну так или иначе это я про свой опыт рассказываю и я делаю стадик на кольчугу понимаю как она работает что да как и когда я уже потренировался ну я точно так же могу этот навык который я получил внедрять в свой рабочий процесс уже на конкретном заказе и конечно же качество у него будет выше чем если я бы тренировался непосредственно на самом этом заказе в общем такие мысли подкидывайте свои мысли для следующих подкастов помните что ваша поддержка чем она активнее тем больше будет разных видосов выходить которые вам будут полезны ну и собственно прощаюсь с вами меня зовут все также рожков никита всем счастья всем пока